В горе Киркорова не осознать рыдает вся страна. ФНС частично заблокировала операции по банковским счетам поп-певца Филиппа Киркорова. Причина – не вовремя уплаченные долги короля эстрады. У налоговой службы есть ряд вопросов. К Филиппу Киркорову, как индивидуальному предпринимателю, налоговики ограничили проведение некоторых операций по его счетам в банке для обеспечения исполнения судебных решений о взыскании налогов и штрафов. Как уточнили журналисты, в течение четырех месяцев с марта по июнь певец неоднократно привлекался к административной ответственности из-за неоплаченных судебных решений. Инициатором судебных исков выступил Таганский районный суд Москвы. Известно, что к настоящему моменту Киркоров почти все долги выплатил. Ему осталось лишь погасить несколько небольших штрафов от ГИБДД. Однако счета «Звезды» до сих пор заблокированы. Также сегодня стало известно, что Киркоров одержал победу по двум судебным искам. Композитору Диди Моруани не удалось доказать, что Филипп сплагиатил у него песню, а латвийский банк не смог получить с певца 140 миллионов рублей. Филипп Киркоров признался, что планирует открыть музей, посвященный себе и своему гардеробу. Подробностями проекта артист поделился в беседе с одним известным интернет-изданием. Как рассказал музыкант, мода – одна из главных его страстей. Артист старается покупать понравившиеся образы знаменитых домов, как только они появляются на подиумах и ни в чем себе не отказывают. Общественность же пристально следит за каждым выходом короля сцены, обсуждая его смелые наряды. Однако эффектная страсть весьма пагубно сказалась на гардеробе артиста. По признанию самого Киркорова, одежда перестала помещаться в его квартире, так что ему пришлось подумать о решении этой проблемы. В итоге Киркоров открыл магазин, где продает наряды, которые уже вряд ли когда-нибудь наденет. Но эта идея не помогла ему полностью разобраться со сложностями. По словам самого Киркорова, в его шкафах найдется немало нарядов, которые он ни за что не продаст. Артист долго думал, как поступить с одеждой, пока не побывал в музее легендарной группы Абба, который расположен в Стокгольме. После посещения комплекса певец понял, что ему необходим собственный музей, в котором он будет выставлять памятные предметы и самые эффектные образы, в которых он покорял сердца своих поклонников. Я думаю, страна оценит, признается музыкант. С помещением, где будет располагаться экспозиция, Киркоров еще не определился. По его словам, у него еще есть время подумать. Артисту всего 54 года, и он не планирует завершать карьер, чтобы полностью посвящать время своему наследию. Продолжение следует...